Единый урок безопасности в интернете прошел 24 октября в школах Копейска. Занятия проводили как для детей, так и для их родителей. Это традиционное мероприятие, оно проводится уже, если мне не изменяет память, третий год подряд. Вот просто в этом году мы решили изменить формат, мы решили привлечь и родителей, мы решили привлечь к этому действительно все классы. Потому что сейчас время изменилось, да, и если вы раньше, допустим, отправляли ребенка в магазин и давали четко ему инструкцию, что в этот магазин не иди, там деньги не показывай, там эти улицы обходи лучшей стороной, то же самое сейчас происходит и в интернете, то есть нужно обозначать безопасные маршруты для детей. В педагогике даже появилось новое направление – цифровое воспитание. Методическую литературу для занятий учителя берут на специальных сайтах и по ней проводят уроки по безопасности в интернете. Установи пароль на включение мобильного телефона, обязательно, вы знаете, у вас есть кодовые здесь замки, либо вот такие вот еще есть коды. Если для ребят постарше уроки в основном наполнены практическими советами, то ученики начальной школы получают информацию в игровой форме. Причем основные правила безопасности в сети одноклассникам рассказывают сами дети. Иногда тебе в сети вдруг встречаются в руны, ты мошенникам не верь, информацию приверь. Не хочу попасть в виду, антивирус заведу. Всем, кто ходит в Интернет, пригодится наш совет. Чтобы ворог к нам не пришел, ни маньяк нас не нашел, телефон, свой адрес, фото в интернет не помещай и чужим не сообщай. Пока школьники искали плюсы и минусы пользования интернетом, их родители интересовались, как оградить своих детей от отрицательного влияния сети. У меня дочка занимается спортом, поэтому она не слишком много проводит времени в интернете. Тем более стараемся все блокировать и получается, ну может час, бывает два, если из-под контроля вырывается. А так, в принципе, она у меня то в школе, то в спортшколе. Ну, однако же, если добирается, то в контакте можем часами просто проводить. Об инструментах контроля родителям рассказали сотрудники компании «Инсид». Беседа включала пошаговые инструкции и наглядные примеры. Вот этот стакан – это интернет. В нем есть полезный трафик, вот эта вот чистая водичка, прозрачная, кристальная, безопасная совершенно, которую я могу прямо сейчас попить. А есть разные интересные сайты. Какие-то из них полезные, какие-то неполезные, какие-то вредоносные, какие-то нанесут психический вред вашему ребенку. Это ваш ребенок, чистый стакан, который вот сейчас, в данный момент, сидит в интернете. Что происходит? Ребенок получает всю информацию из интернета, не фильтруя ее совершенно. То есть он просто ее... Все, что ему предлагают, он все это впитывает. Мы предлагаем технические решения. Это антивирусные программы, это фильтрация сайтов, это родительский контроль, который позволит сделать следующее. Он позволит вашему ребенку получать только полезную информацию, только чистую и полезную. Также родители узнали, что на интернет-трафик от НСИД установлена фильтрация, отсеивающая ресурсы, запрещенные законом и наносящие вред. Кроме того, пользователи сети могут установить бесплатное приложение НСИД с функцией «Родительский контроль» и подобрать в офисе компании антивирусную программу. Подробности, как это сделать, узнайте по телефону 3955. Продолжение следует...